Если и лунатить ночью, то только под модерн токен Каба и Сиси Кейдж. Владимир купил электропроигрыватель в 86-м году после работы в стройотряде. Как в свои лучшие годы, Артур номер 6 выдерживает тяжелый рок, а его хозяин по-прежнему не приемлет MP3. Для директора музея Скор эта техника – привычный источник звука. Для гостей – экспонат. Современных зрителей фильмоскопом не удивишь. А вот взрослые находят в этом же музее свое детство. Конек-горбунок, синдбат-мореход, безбородо-обманщик. Собирались компаниями вечером, допустим, закрывали окна, включали диапроект, осмотрели. Это было очень интересно. Молодец! Собственно имя передала. Точка-тире-точка. Азбука Морса открывается даже детям. В среднем юный радист сможет передать от 60 до 100 знаков в минуту. В эту ночь в Барнауле провели десятки мастер-классов. Всем мешки на голову и голову спречь! Всем голову спречь! В страну чудес через горную аптеку. Ночью в музей пришло около тысячи человек. Актеры фрик-театра вместе с гостями готовили волшебный эликсир, чтобы вылечить заболевшую Алису. Давай громко, громко посмел. Очень хорошо, очень хорошо. Надеюсь, не пронесет, но вылечит точно. Это все где-то в сердце спрятано. И наши дорогие гости, слава богу, поделились этими необходимыми ингредиентами. И у нас все получилось! Андрей Щукин не знает, какие ингредиенты входят в вишневую настойку, которую ему доверили мешать. Чиновник говорит, дома на готовку не остается времени, но ради развития культуры, признается, готов жарить, парить, не жалеть сахара для гостей в горной аптеке. Варюшка встань. Все должно стоять. Публично не варить. Виктор Степанович Черномырдинского. У нас в России лежать ничего не должно. Что плохо лежит, всегда стырят. Правильно? Всегда украдут. В самую культурную ночь в Барнауле работало порядка 20 музеев и творческих пространств. Несмотря на холод, на улицы вышли сотни полуночников. Не меньше, чем в предыдущие 12 лет акции. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.